А вы в курсе, что по рождаемости Сочи сегодня занимает второе место на Кубани после краевой столицы? А почти половина молодых мам Сочи – это женщины, которые приехали сюда на отдых или постоянное место жительства из других регионов России и даже стран. Часть из этих женщин – это мамы-путешественницы, те, которые приезжают к морю отдохнуть на поздних сроках беременности. И зачастую смена часовых поясов, климата и еще целый ряд факторов приводит к преждевременным родам. Чем они опасны и какую профилактическую работу проводят в Центре охраны материнства и детства города Сочи с будущими мамами, чтобы избежать родов раньше срока, расскажем сегодня. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех жителей нашего региона. Я напомню, новый перинатальный центр открылся в Сочи в декабре прошлого года, а первые роды здесь начали принимать этой весной. Городу уже много лет удается держать высокую планку рождаемости. На свет ежегодно в городе появляется более 7 тысяч детей. Более 7 тысяч родов ежегодно. Мы с апреля месяца переехали в новое здание, поэтому теперь обслуживаем наше население в новом здании, с новым медицинским оборудованием, хотя и на старом перинатальном у нас оборудование всегда было на должном уровне, благодаря заботе о нас, нашего министерства и власти Кубани. На сегодняшний день мы имеем один из лучших показателей по перинатальной смертности, по младенческой, я бы сказал даже, по России. Цифры практически европейского уровня. И это все достигается совместной работой акушеров-гинекологов и неонатологов-педиатров. Мы большое внимание уделяем профилактике. Профилактике таких осложнений важнейших в акушерстве, как невынашивание, то есть снижение количества преждевременных родов, таких осложнений, как хроническая пациентарная недостаточность различного генеза и креклом СИН. А работа начинается в женских консультациях, по выявлению своевременному, профилактике этих осложнений, что дает нам конечный хороший результат. Это заслуга всего коллектива Центра охраны материнства и детства, начиная с первого звена до женской консультации, заканчивая докторами и врачами стационара. Все это достигается высокой квалификации наших специалистов, современнейшим оборудованием. Наши доктора всегда находятся на передовой. Если вы знаете, в Сочи ежегодно проходят два форума акушеров и генекологов России, когда приезжают все лучшие специалисты, все лучшие научные институты нашей страны. И мы впитываем как губка все новое и внедряем это в практику нашей работы. Уровень и мощности нового перинатального центра в Сочи сегодня позволяют проводить сложнейшие операции и выхаживать недоношенных младенцев без перевода в краевую столицу. Недоношенными считаются малыши, которые родились раньше срока до 36 недель с массой тела меньше 2,5 килограммов. Причину у преждевременных родов достаточно много, говорят врачи. Одна из них – это дальние поездки и акклиматизация. Часто преждевременные роды происходят у мам-путешественниц, у тех, которые приезжают в Сочи на отдых. Поэтому география родов в перинатальном центре самая широкая. Здесь рожают женщины из разных регионов и даже стран. Сейчас предлагаю послушать, что думают по этому поводу врачи, какие рекомендации они дают и какую профилактическую работу проводят с будущими мамами-путешественницами. Наш город такой, который очень лакомый для путешественников. И мы, конечно, встречаемся с будущими мамами-путешественницами достаточно часто. На что мы хотели бы обратить внимание? Перед выездом из своего города или, если это сочинцы планируют путешествовать, обязательно посетите своего врача. Обсудите все препараты, которые вам нужно взять с собой, все нюансы, которые могут произойти. Если планируется авиаперелет, желательно взять справку с указанием срока беременности. Потому что по правилам некоторых авиакомпаний авиаперелет может быть ограничен с 24 недель. У некоторых других 38 недель может ограничиваться. Мы не рекомендуем путешествовать женщинам с осложненным течением беременности, с привычным невынашиванием, с истмикоцервикальной недостаточностью, с серьезными соматическими заболеваниями. Если можно обозначить какое-то оптимальное время для путешествий, то это все-таки второй триместр. Также мы не рекомендуем выезжать в места, может быть, страны с неблагоприятной эпид-обстановкой, имея в виду, может быть, малярию, лихорадку, ЗИКа. Что касается способа путешествий, достоверных каких-то рисков, что авиаперелет вызывает более высокие риски преждевременных родов, такого нет. Больше риска вызывает стрессовая ситуация, длительное вынужденное положение тела, что при автопереезде тоже, да, встречается. Поэтому мы рекомендуем, если возможно, делать остановки, если вы путешествуете на автомобиле, какую-то там легкую разминку, гимнастику. И на отдыхе мы призываем не заниматься несвойственными для вас видами активности. Приезжают с целью, наверное, отдохнуть, кто-то поправить здоровье, кто-то позагорать, кто-то погреться на солнышке. И рожают деток раньше срока. И сроки это самые разнообразные, от 23-25 недели и больше. И, конечно, эти дети составляют основной контингент малышей в наших отделении реанимации и интенсивной терапии. Отсюда и профилактика. Конечно, надо помнить о том, что до 22-й недели допустимы путешествия и поездки. После 22-й недели, учитывая рекомендации ВОЗ, в 22-й неделе ребенок считается живоружденным. И если вдруг случаются неприятные, непредвиденные ситуации, и ребенок рождается раньше срока на этом этапе, то ему будет оказываться помощь, он будет признан живоружденным. И где очутится мама в этот момент? Может быть, в горах, может быть, на какой-то территории, где нет возможности оказывать помощь таким деткам. То есть есть очень серьезная угроза того, что не справится служба или не произойдет того чуда, которое называется «выходили ребенка». Но и ведь мы должны с вами признавать, что, конечно, дети, которых выхаживают начиная с 22-й недели, это дети очень высокой группы риска по заболеваниям, по инвалидизации. Это не секрет. И, конечно, по прогнозу жизни. Ну, конечно, причин у преждевременных родов большое количество. Это и воспалительные процессы, и хронические заболевания, и аномальное развитие плода, стресса, а еще нездоровый образ жизни, рассказывают врачи. В Центре охраны материнства и детства города Сочи ведется масштабная профилактическая работа с будущими мамами по формированию мотивации к здоровому образу жизни. Ведь накануне только здоровье, а в некоторых случаях и жизнь, как женщины, так и малыша. Мы очень много говорим сегодня о здоровом образе жизни. Мы говорим это нашим детям, мы говорим об этом нашим внукам. И беременная женщина – это тот самый важный и главный контингент, который сегодня в ответе не только за себя, за свое здоровье, но, в первую очередь, за здоровье своего будущего младенца. И от того, как протекает этот внутриутробный период, как правильно, как грамотно мама подходит к себе, к своему здоровью, как четко выполняет рекомендации врачей, акушеров, гинекологов. От этого во многом зависит благополучие наших детей. С чего мы начинаем лечение каждого младенца, который попадает к нам в отделение? Изучение материнской истории, материнского анамнеза. И нам очень важно, как вела себя мама, не было ли вредных привычек, наблюдалась ли она женской консультацией, как рано она встала ночью женской консультации. И если были какие-то рекомендации, а чаще всего они обязательно есть, как правильно, как неукоснительно она выполняла эти рекомендации, конечно, мы видим, что дети от мам, которые действительно четко, правильно вели себя во время беременности, выполняли все указания докторов. И этап выхаживания протекает намного мягче, легче. Мы, конечно, рассказываем о том, что здоровый образ жизни не только ограничивается ограничением, вернее, или полным исключением каких-то вредных факторов, вредных привычек. Ну и, конечно, в нашем городе Сочи созданы все условия для того, чтобы мама дышала свежим воздухом, ходила на пешие прогулки, посещала в том числе какие-то школы, которые готовят мам с элементами аква и рубики. Но очень-очень осторожно, только под контролем и руководством грамотного, квалифицированного персонала, конечно, никакие агрессивные нагрузки в этом периоде не показаны, а более того, противопоказаны. Но правильное питание, фрукты, свежий воздух, благоприятный микроклимат в семье, доброжелательные отношения, близких, ну это, будем говорить, одна из самых важных составляющих при рождении младенца. По согласованию с руководителями высших учебных заведений нашего города и учреждениям общеобразовательной сети, а также с родительскими комитетами, мы проводим лекции в учреждениях для учеников 10-11 классов и младших курсов, первых-вторых курсов, по мотивации к сохранению репродуктивного здоровья, по отказу от вредных привычек, по формированию здорового образа жизни, приверженности спорту. Также во всех наших отделениях проходят школы мам, куда могут обратиться семьи, где мы рассказываем о профилактике, опять же, о вопросах сохранения репродуктивного здоровья, о профилактике осложнений беременности, о контрацепции, где мы видим основной резерв в профилактике нежелательной беременности, профилактике бесплодия, соответственно, профилактике абортов. Во всех наших отделениях открыты кабинеты спецприемов, где осуществляется грамотный профессиональный подбор контрацепции, и в этом есть самая главная профилактика нежелательной беременности. Ну, это что касается профилактики преждевременных родов. Ну, а если женщина все же родила раньше срока, в перинатальном центре готовы оказать маме и малышу всю необходимую медицинскую помощь. Здесь выхаживают детей с экстремально низкой массой тела, от 500 граммов. Ну, и эти младенцы считаются жизнеспособными при условии врачебного наблюдения и специального ухода. Вот эта девочка, например, при рождении весила всего 760 граммов. Сейчас она находится в отделении реанимации в специальном кювезе. Это инкубатор, в котором создан оптимальный искусственный микроклимат с определенным содержанием кислорода, влажностью и температурой. Дети защищены от шума, яркого света и других неблагоприятных факторов. То есть условия максимально приближены к внутриутробной жизни. Рождаемость в нашем перинатальном центре не падает. А, соответственно, в нашем городе Сочи, потому что помолодело население нашего города и количество мам и пап, которые хотят стать счастливыми родителями, растет. Ну, неотъемлемая ситуация – это факт, что число преждевременных родов, к сожалению, пока не падает. И в нашем городе, несмотря на неустанный труд работников женских консультаций, которые очень длительно следят за тем, чтобы соблюдать все принципы и правила профилактики преждевременных родов, число преждевременных родов где-то остается на прежних цифрах. В нашем отделении, нашего перинатального центра, в отделении реанимации интенсивной терапии, в отделении по выхаживанию детей недоношенных и больных деток созданы сегодня все условия для того, чтобы оказать детям помощь. И весовые категории самые разнообразные – это дети от 500 граммов и выше. И, конечно, каждому из этих младенцев мы хотим и делаем все возможное для того, чтобы жизнь состоялась, чтобы родители были счастливы, чтобы детки были здоровы и как можно легче протекал в последующем период реабилитации их вне трудной жизни. Как видите, в нашем отделении есть все необходимое оборудование и реанимационное, и мониторинговое для того, чтобы отслеживать состояние детей, и, конечно, лабораторное. Без заботливых рук персонала, медицинских сестрер, младших работников медицинских, профессиональных навыков и знаний наших докторов, акушеров-гинекологов, неонатологов, не сложилось бы того, что если сегодняшний день не было бы тех показателей, которыми нам действительно не стыдно озвучивать их и говорить о них. И, наверное, те новые перинатальные технологии – это не последнее ноу-хау. мы очень стараемся осваивать все то новое, чем сегодня отмечена неонатология, акушерская служба – это и пролонгирование безводного промежутка для того, чтобы созревали легкие ребенка, это и использование медикаментозной терапии, новых аппаратов искусственной вентиляции легких, ну, то есть, все новейшие технологии, которые используются сегодня в акушерской практике, есть в нашем перинатальном центре. Оптимальные условия развития роста и выздоровления, считают врачи, может обеспечить эффективная терапия в сочетании с материнским уходом. После реанимации малышей ждет второй этап выхаживания в палате вместе с мамой. В наших стенах сегодня есть отделение второго этапа выхаживания, и дети, которые выходят из реанимации, как только у них появляется возможность, нормализуются витальные функции, он умеет сам дышать, и этих детей максимально рано мы воссоединяем с мамой, обучаем мам методом выхаживания этих детей, подсказываем какие-то моменты даже по оказанию лечебных мероприятий. В нашем перинатальном центре хочется об этом сказать. Есть ведь еще и школа внутри отделения, школа для мам, родивших раньше срока, то есть для недоношенных детей. А чему мы их учим? Мы рассказываем, как ухаживать за кожей, за органами системы маленького ребенка, то есть недоношенного. Мы рассказываем о тех состояниях, с которыми мама может столкнуться на этапе детской поликлиники. Ну, то есть это целая большая наука. И, конечно, привлекаем психологов, потому что попав в такую ситуацию, то есть родив ребенка раньше срока, как будто бы меняется вся жизнь, как будто бы что-то произошло, и жизнь изменилась на 360 градусов. В подспоре, помощь нашего медицинского персонала, а затем психологов, конечно, помощь семье. И только в сочетании всех этих факторов, всех этих компонентов действительно возможно реабилитировать и помочь маме, потому что, ну, это непросто. Алена с дочкой Лизой в перинатальном центре 40 дней. Все самое страшное уже позади рассказывает молодая мама. Попали мы сюда по экстренной помощи, у нас по помощи, то есть у нас были преждевременные роды, к сожалению, было кровотечение сильнейшее отслойка плаценты, в общем, если говорить так, на правду, то нас спасли, нас спасли жизнь, у нее, ребенку. Вот, потом ребенок за течение 10 дней находился в реанимационном отделении, там его выхаживали, после чего поместили на сюда вовремя патологии. Здесь, конечно, нам оказывают высокопрофессиональную помощь, и все врачи, и сестры, и танчики, все очень на высоком уровне. Нам очень сильно помогли. Ну, конечно, неземная благодарность, очень большая радость, потому что мы все-таки выписываемся отсюда живыми, здоровыми, полными силами, как бы, и в дальнейшем планируем все, расти, развиваться, как нормальные дети, абсолютно. Маленький Амиран тоже родился раньше срока, он появился на свет на 34-й неделе весом чуть больше 2 килограммов. Мы родились на 34-й неделе, 2-100, лежали под аппаратом, ну, уже хорошо, как бы, на третий день уже аппарат сняли, лечат, антибиотики, все делают. Мы уже восстанавливаемся. Очень удобно, комфортно, девчонки молодцы, помогают, сразу, как бы, все делают, все аппараты, все подключено, все, условия вообще шикарные, если честно. Ребенок, находясь рядом с мамой, чувствует тепло, слышит ее голос, что, безусловно, способствует более быстрому восстановлению, говорят врачи. Мама и ребенок вместе. Вот тот аппарат, который вы видите на тумбочке, это инфузия, то есть ребенок лечится и выхаживается одновременно с помощью медицинских работников и, конечно, мамы, да? Огромное спасибо. За это чудо, которое появилось на свет, за ваш профессионализм большое спасибо, за ваше внимание, за вашу доброту. Это просто чудо. Спасибо за ваше внимание. Спасибо вам. В перинатальном центре после родов внимательно следят не только за здоровьем малыша, но и матери. Важная часть сохранения здоровья роженицы – это профилактические осмотры после родов и прививки. Все наши мамы после рождения должны пройти флюорографический скрининг, обследование на наличие скрытых очагов туберкулеза или явных. Это очень важно. Мы защищаем маму, мы защищаем, в первую очередь, младенца. Это профилактическая и очень важная работа, потому что если заболевает ребенок, к сожалению, для него это порой заканчивается не просто туберкулезом легких, почек, а туберкулезный менингит. И последствия для жизни и здоровья этого младенца даже трудно прогнозировать. Мы объясняем мамам о том, что это очень важная процедура, что сама по себе беременность, роды – это повышение напряженности иммунитета, и любая спящая инфекция, скрытый очаг могут активизироваться. И действительно мы выявляем туберкулез у социально благополучных, считающих себя здоровыми, мам. И делать обследование это нужно, и это очень важно. Мы приобрели наш перинатальный центр, флюорограф экспертного класса, который позволяет проводить это исследование вне связи с грудным вскармливанием, и никаких противопоказаний для этого нет. Очень важная составляющая – это те профилактические обследования, которые мы делаем в перинатальном центре. Мы обследуем детей на наследственные заболевания и заболевания обмена веществ. На первый взгляд они не видны невооруженным взглядом, и нет никаких симптомов первые дни, недели жизни этих заболеваний. И выявить их можно, только проведя это исследование. Ни в коем случае нельзя отказываться от такого скрининга. А к сожалению, есть мамы, которые отрицают все и вся, и в том числе этот метод исследования. В моей семье больных нет, и с моим ребенком это не произойдет. Ничего не зная о том, что существуют определенные популяции, процентное содержание того или иного патологического гена, родители об этом не знают, медико-генетическую консультацию во время беременности не посещают и не могут быть в полной мере в ответе за здоровье своего ребенка. И, конечно, очень важны профилактические прививки, которые мы делаем в перинатальном центре. Это прививка от туберкулеза и прививка от вирусного гепатита. В первые сутки, первые часы от вирусного гепатита, она трехкратная. До прививать мы будем в поликлинике. Вторая, необыкновенно важная, прививка от туберкулеза. До сегодня она ослаблена, она имеет минимальный спектр противопоказаний. Мы мамам озвучиваем эти противопоказания, это единицы. И еще один очень важный спектр обследования – профилактика поздней геморрагической болезни. Мы делаем деткам векасол, витамин К, первые часы жизни. Для того, чтобы избежать отдаленных последствий, дефицита витамина К, когда вдруг в месяц совершенно здоровый ребенок на фоне полного благополучия, встречается с тем, что начинает прогрессировать геморрагическая болезнь и появляются очаги кровотечений в головной мозг. Для мамы, для семьи, в первую очередь для этого младенца – это трагедия, а ее можно было избежать. А еще в перинатальном центре Сочи работают школы для молодых родителей. Это школа «Молодая семья» и школа грудного вскармливания. В нашем перинатальном центре сегодня работают две школы. Первая школа, она богата своим опытом, историей, основана в 2005 году. И название у этой школы «Счастливая семья» неспроста мы выбрали такое название, потому что невозможно организовать правильное грудное вскармливание, невозможно качественно подготовиться к родам, если это не общее семейное дело. В нашу школу мы приглашаем и маму, и папу, и старшее поколение родителей, бабушек и дедушек. Проводим мы ее регулярно, первую субботу каждого месяца в нашем конференц-зале. И участвуют в этой школе, то есть организаторы этой школы – это врачи многих специальностей. Это акушерогинекологи, неонатологи, социальные работники, психолог. И если есть в этом необходимость, мы приглашаем специалистов смежных специальностей. Но вот в этом перинатальном центре мы, ну будем говорить, внедрили еще один из новых передовых направлений – это общественные консультанты. В нашу школу приходят мамы и папы состоявшихся семей, там, где деток кормили долго, и полтора, и два года, и рассказывают о своем опыте, рассказывают о своих родов, рассказывают о своем опыте. И это неоценимо, конечно, когда еще и поделился информацией у первоисточника. В отделении выхаживания недоношенных ребятишек, вы видели сегодня это отделение, детки тоже преимущественно на грудном скармливании. Мама понимает, что самое лучшее питание для младенца – макеринское молоко. Безусловно, мы понимаем, что существуют определенные категории целесообразностей. Если ребенку показано какое-то дополнение, усиление колоража, какое-то дополнение к питанию, безусловно, он получит все необходимые компоненты дополнительного питания. Но в основе, базисно, все равно это будет материнское молоко. Так вот, мамы этих деток, которые находятся сегодня в нашей стенах, в нашем перинатальном центре, выхаживают своих малышей, они тоже спускаются на эту школу, присоединяются к работе школы и рассказывают о своем опыте. Но еще одна важная тема, о которой хотелось бы поговорить – это домашние роды, которые в последние годы становятся все популярнее. Причин, по которым женщины решаются на роды дома, огромное количество, а последствия такого выбора нередко бывают трагическими. Сторонники естественных родов, считающие роды природным механизмом, который не требует никакого вмешательства, забывают о том, что опасность родов дома подтверждается высокой смертностью роженец и малышей. Надо очень серьезно отнестись к этому вопросу, надо тысячу раз все взвесить, оценить, продумать, зачем мы это делаем. Мы, я имею в виду ту семью, которая принимает столь серьезное решение. Это очень ответственный шаг. Но для кого-то может быть это дань моде, для кого-то может быть какие-то национальные традиции. Но я бы хотела сказать, что те, будем говорить так, условные плюсы, которые изобретают эти родители, перечеркиваются теми страшными последствиями, которые возможны при домашних родах. И наш опыт подсказывает, наше отделение реанимации, к сожалению, в списке есть и дети, которые рождались дома и имели неблагоприятный фон при рождении. Это дети после тяжелой асфиксии, а соответственно, неквалифицированно оказанная помощь. И намного хуже адаптируется ребенок, ему намного сложнее оказать помощь. И, к сожалению, есть ни один и ни два случая, когда детки погибали внутри утром. Это совсем трагедия. Как потом маме с этим жить? Как жить с этим потом папе? И кто в ответе за ту судьбу, за этого младенца, которого не стало? Поэтому тысячу развесить, оценить. Вы ведь понимаете, неспроста государство тратит столь серьезные средства, обучая персонал, создавая перинатальные центры, приобретая столь дорогостоящее оборудование. С какой целью? Чем может закончиться роды? Даже самые, на первый взгляд, благоприятные, неправильным приближением плаценты, неправильным положением плода. Любой неблагоприятный фактор для матери и младенца сигнал для того, чтобы ни в коем случае не идти на поводу у новомодных домашних родов. Призываю вас, не делайте этого. Это категорически опасно. Ну и это все, о чем мы вам успели рассказать сегодня. Вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всех событий, которыми сегодня живет наш регион. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова